Здравствуйте, меня зовут Александр Билан, и я совместно с директором этого замечательного ресторана Чайханы Павлин занимался два года назад внедрением системы лояльности UDS. Пойдемте я познакомлю, во-первых, с директором этого заведения и с самим заведением. Рад представить Наталью, директор ресторана Чайханы Павлины. Наташа, у меня к тебе главный вопрос. Почему было принято решение внедрить в себя лояльности именно к вам в бизнес? Дело в том, что мы столкнулись с такой проблемой, что клиентская база у нас была не оцифрована. Система UDS замечательно решила этот вопрос, плюс дополнительно был еще один большой минус, то есть это скидка 10%, она была достаточно существенная. Это минус для заведения, конечно, да, мы хотели сэкономить и при этом дать гостям что-то лучшее, интересное, какое-то хорошее предложение, и так мы встретили систему UDS. Спасибо, Наташа. В общем, не буду тебя отвлекать, тогда мы тебя освободим, а дальше продолжим показывать какие-то результаты системы лояльности и внедрения. Значит, как сказала Наталья, самая главная задача, наверное, первая, это была собрать всю клиентскую базу воедино. И мы здесь разработали специально такую схему, это три основных точки касания системы лояльности с клиентом внутри бизнеса. Первая точка касания – это хостес, который встречает гостя, и в момент сопровождения он спрашивает, есть ли у клиента бонусная карта или нет. Соответственно, если у клиента карты нету, он, когда в момент усаживания, скажем, клиента за стол, ложит одноразовую скатерть на стол и обращает внимание, что там можно ознакомиться с этой информацией, как получить бонусную карту. Собственно говоря, макет этот выглядит вот таким образом. То есть с правой стороны у нас информация о портативной зарядке, здесь на месте, если у вас сел телефон, а с левой стороны информация о том, как можно получить бонусную электронную карту. Соответственно, вторая точка касания, вот таким образом выглядит эта схема, это и есть, собственно говоря, подложка. А третья точка касания – это официант, который спрашивает, списываете либо начислять баллы при расчете. Все, и таким образом в клиентскую базу за два года работы системы лояльности в этом бизнесе было оцифровано практически 9000 клиентов. Когда основная часть клиентской базы была оцифрована, нужно было запускать систему лояльности для того, чтобы каждый клиент мог иметь в этом заведении какую-то привилегию. А для этого надо было обязательно проводить каждую операцию через UDS, то есть для того, чтобы когда клиент рассчитывается за то, что заказал, ему были начислены какие-то баллы. И сейчас мы продемонстрируем, как это, собственно говоря, происходит. Я рассчитаюсь за свой чай и покажу наглядно, как все это происходит. Баллы будем списывать, копить? Да, давай спишем, пожалуйста. Хорошо. Могу увидеть промокоп? Пожалуйста. Так, все, можно закрыть приложение. Угу. Спасибо. Мне сразу же начислены баллы именно с той суммы, которую я платил. Система мне предложила оценить качество обслуживания и написать какой-то комментарий. Собственно говоря, я это и делаю. Таким образом, каждого клиента рассчитывают, списывают или копят баллы и собирают всю обратную связь от клиентов. Вся обратная связь, она собирается здесь, в админ панели, во вкладке «Обратная связь». И мы видим вот то, что я написал и то, как я оценил качество обслуживания. Соответственно, на сегодняшний день у нас в этом ресторане за два года было собрано практически 4 тысячи обратной связи. Это оценка качества обслуживания, там одна звезда, там две, три, пять, но в основном это пять звезд. То есть, средняя оценка этого ресторана – это 4 и 9. На самом деле, очень хорошая. И по обратной связи, именно потому, что клиенты пишут, можно каким-то образом улучшать свой бизнес и свой сервис. Соответственно, также все операции, они у нас падают во вкладку «Операции». И мы здесь видим точно так же мою операцию, которая была произведена практически только что. Видим, какое количество баллов было списано и какое количество денег я положил в кассу. И таким образом собирается здесь вся база операций, которую мы можем отфильтровать на сегодня, на неделю, либо за все время. В админ панели у нас есть вкладка «Клиенты», где мы видим каждого клиента, откуда он попал в клиентскую базу. То есть, смотрите, если мы посмотрим, последний клиент у нас попал именно по рекомендации. То есть, каждый клиент имеет возможность передавать бонусную электронную карту и таким образом пополнять клиентскую базу этого ресторана. То есть, еще раз, помимо раскладки на столах, про которую я рассказывал, точка касания вторая, у нас еще клиентская база расширяется и за счет уже существующей клиентской базы. Ресторана Павлин. А теперь я вам хочу показать статистику конкретно в деньгах. Сколько денег получил ресторан за счет рекомендаций. Мы заходим во вкладку «Статистики», «Операции». И в «Операциях» мы фильтруем по двум параметрам. Это, во-первых, за все время. И второе, это по уровням. То есть, смотрите, когда клиент какой-то передает бонусную карту, человек попадает в клиентскую базу под уровнем номер 2. Соответственно, мы здесь и фильтруем со второго уровня рекомендаций. И видим все цифры. То есть, смотрите, за два года по рекомендациям в этот ресторан пришло денег 1 670 000 рублей. И мы можем таким образом отслеживать все сарафанное радио. Или, другими словами, это отцифровка сарафанного радио. Данный инструмент нам позволяет это сделать. Помимо всего того, что я рассказал ранее. Точно так же мы можем посмотреть любую другую информацию. Например, как посмотреть, сколько денег нам пришло от клиентов, которые осуществляли покупку от двух и более раз. Очень нравится мне вкладка. Это рейтинг. Это рейтинг клиентов, которые больше всего денег оставили в этом бизнесе. То есть, смотрите, на первом месте у нас находится Михаил, который в общей сложности оставил 306 000 рублей за 94 раза. А на втором уровне находится, на втором месте находится Кирилл, который оставил примерно такую же сумму, но за 264, за 267 раз. Это говорит о том, что у клиентов разный средний чек. То есть, эту всю информацию мы можем отслеживать и грамотно распоряжаться. Ну, например, если мы видим, какой-то клиент к нам очень часто возвращается, мы можем его найти в клиентской базе и повысить какой-то статус, чтобы он имел больше привилегий в этом бизнесе. По каждому клиенту очень удобно отслеживать вообще всю историю его посещения заведения. Ну, допустим, я открою себя как клиента здесь и просто покажу, каким образом это выглядит. Все. Здесь вся история по мне. То есть, вся информация, когда я последний раз был, когда я был первый раз, сколько баллов я потратил, сколько я живыми деньгами отдал за этот чек и так далее. На сегодняшний день, если мы вернемся к разговору о том, насколько работает хорошо сарафанное радио, здесь опять же во вкладке статистики есть такая информация, как количество клиентов по уровням. Это когда клиенты передают бонусную карту, да, и мы можем здесь увидеть, что цепочка таких рекомендаций в данном бизнесе составила до 10 уровня. И мы можем посмотреть, насколько эффективно работает каждый уровень. На втором уровне, да, если мы посмотрим, зеленая часть этой шкалы, это означает показывать тех клиентов, которые совершили покупку. Серый еще не совершили. Здесь вот немаловажно это все, во-первых, смотреть, а потом с этим и как-то играться. Например, мы можем на всю свою клиентскую базу отправлять два раза в месяц пуш-оведомления. Это абсолютно бесплатно. Каким образом это происходит? Во вкладке новости мы создаем новость, любую, да, каким она образом выглядит. Это какой-то заголовок, картинка, текст достаточно объемный, может быть, по символам. И перед отправкой пуш-оведомлений у нас влазит такая, скажем, таргетированная история, где мы можем настроить это пуш-оведомление конкретно на женщин, на мужчин, либо на людей, которые находятся как раз-таки на втором уровне рекомендаций и ни разу не осуществляли никакой покупки. Если подводить какие-то итоги, то за 23 месяца мы, в принципе, закрыли основные задачи. Задачи, я напомню, какие были. Это, во-первых, оцифровать всю свою клиентскую базу и запустить систему лояльности. И если перейти к цифрам, да, то это какие результаты, собственно говоря, оцифровано. 2901 клиент в клиентскую базу, более 4000 обратной связи со средней оценкой 4,9. Пришло в кассу именно по рекомендации около 1,6 млн. Если быть точным, это 1,6 млн. 70 тысяч рублей. И еще немаловажный момент – это сколько пришло в кассу с рубрикатором UDS. То есть, смотрите, мы никогда не говорим, что система лояльности UDS – это какой-то некий источник трафика, это больше инструмент, который позволяет работать со своей клиентской базой. Но, тем не менее, за счет того, что в системе около 12 млн. пользователей уже на сегодняшний день, с рубрикатора в кассу попало 1,272 млн. рублей. Я считаю, что это очень хорошие цифры. И думаю, что мы на этом не остановимся. Вот, собственно говоря, вот такие результаты от внедрения системы лояльности конкретно в этот бизнес. Продолжение следует...